всем здрасте с вами как всегда art sound рекомендует людей на из того наш таксопарк виталик мишане занимаемся сейчас с нашим автомобилем артсаун столкнулись такой проблемой родной редуктор блокировкой потом перестала быть блокировка из-за того что редуктор был без масла и вся блокировка у нас стерлась при этом жестко сам ремонт становился нам порядка по запчастям где-то порядка 250 долларов плюс туда-сюда туда-сюда где там все выходило по 350 долларов вариант другой найти редуктор живой желательно конечно и как всегда хочется с блокировкой с буковкой с но интернет рули google нам в помощь начали искать были 1 1 варианты были это 188 передаточное число 315 это случайно клуба бмв crazy одесса пишет юля спасибо и большое андрею там вижу огромное спасибо рит есть 364 с блоком с донора вообще песня ну ничего не оставалось делать как поехать забрать приехали на радостях это было вчера на радостях ставить но так как эта машина свое время была на автомате то есть завода она была на автомате а поставили на механику по заводу был редуктор 373 с блоком и столкнулись с проблемой что у нас полу оси сильно маленький то есть грубо говоря 2 и 5 мотора и что конечно же так мы все оставили и опять пришлось на маршрутке или домой но ничего это все ерунда вечером сразу же отсюда составом съездили на заправку там где всегда обычно собираются разные люди в том числе вчера собрался и в крэйзи и одесса рулит и одесский бмв клуб подъехали люди в общем собрался такой когал и случайно обнаружил тех же людей юлия андрея есть все то бишь и полу оси и даже блин ну там разобрана англичанка короче благодаря мешане поехал к людям в гараж и забрал что конечно же все забрал даже даже с рычагами и сейчас у нас сейчас вот мешане снимает наружные фланцы которые идут в ступицу потому что гранаты вся полу ось вообще просто не подходит что у нас получается здесь родные гранаты родные полу ось и которые стояли по заводу то есть они подходят на 2 и 5 мотор и ниже эти уже стоят стояли на автомобилях которые 3 литра 3 и 5 4 и м 5 но на механике но сразу видно отличие то есть толщина палки здесь тоньше здесь толще и плюс у нас гранаты сразу визуально видно моща и полумоща еще отличие у нас вот такой диаметр то есть вот эти которые сейчас будем ставить которые шли на 3 литра хотя наша тоже 3 литра но из-за того что она стояла на автомате оказывается они не напрягаясь нагрузки так таковой не будет то можно и послабее поставить заветный редуктор с 364 с блоком вчера еще мешание показал как определить блоком или нет вот если мы посмотрим как крест такой идет если идет крест это значит с блокировкой если одна палочка то это без блока ну еще самое главное шильдик у нас вот вот на планочке плохо видно конечно но на планочке обычно пишет передаточное число и заветная буковка с здесь у нас уже установлен наружный фланец здесь только сняли родной кланец чувак что это что это такое я не знаю это такое это вот это вот оно ну таким образом совет покупая машину непосредственно вот бмв в кузове и 34 пятерка и машина когда-то стояла на автомате обращайте внимание на полуоси если они стоят узенькие тоненькие маленькие скажем так то это уже будет проблема в дальнейшем если вы хотите поставить нормальный редуктор правильно по цене чего типа 364 вот такой бодрый очень бодрый обращайте на это внимание чтобы не было как у нас ну еще плюс это как бы проблема позволило познать скажем так много чего еще есть такой нюанс что концевик хвостовик вернее редуктора сильно отличается у автомобилей до 93 из и 93 отличается они шириной с 93 они идут узкие а на машинах до 93 идут широкие я а еще много людей в формах начали обсуждать этот весь вопрос многие даже не знали что такой блок как его проверить это дтп сам простой вариант если в машина подвешенном состоянии прокрутить колесика одно если они крутятся все одинаково то есть допустим крути вперед то и параллельное колесико тоже крутится вперед если она крутится в обратную сторону то вас блока нет либо если у вас машина не на подъемнике что мы делаем мы подвешиваем одно колесико и крутим если надо и самое главное поставить на нейтралку если у вас колесико легко крутится скажем так не прикладывая усилий то это без блока и если но с усилием то у вас с блоком хотя может быть такой вариант что вы знаете что редуктор с блоком а колесико крути лёгенько это говорит о том что конечно же меняйте редуктор вы приехали как я свое время так что еще совет самый главный все-таки проверяйте масло не ленитесь и вы будет кому-то интересно что-то конкретно узнать по тому или иному данному вопросу то есть например про блоки про разницу между фланцами гранатами потому что оказывается это тоже там их просто немерено много просто много то есть и разболтовка другая и расстояние межболтовое разные то есть это очень 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 много разниваться если вам нравится что-то из этого вопроса пишите в комментариях и в любом случае и самое главное оценивайте видео лайк или дизлайк всем пока очень нравится место когда ты приезжаешь и люди к тебе относится с огромным уважением подбирают по цвету и автомобиля как форма одежды сотрудников так и цвет подъемника